Как вы оцениваете работу нашей полиции? Полиции? Да. Положительно. Почему? Ну как, следят за порядком. Я читаю знамя шахтера, там информацию, сообщается, чем занимается наша полиция, преступников еще. Все нормально, положительно оцениваю работу. На хорошо обращаются, ведут себя. Нормально, хорошо работают, внимательно очень. Вы знаете, я вам скажу о том, что мы своих участковых не знаем. Не знаем своих участковых. И причем давно уже не знаем своих участковых. Хорошо. А почему? А потому что вчера у нас в подъезде, мы в гостях, и вызвали милицию, за три минуты приехали. И разобрались, и все мирно, очень хорошо. Хотелось бы лучше. Это я вам говорю честно. Ну нормально, в отличном состоянии все там. И вот, например, в гараже, там под охраной стоят, они в течение 4-5 минут они подъезжают. И провеют, обходят вокруг, в неделю возле магазина сколько раз. Отношения положительные. Отлично. Внимательные. Что не спросишь, объяснят, расскажут. Вот. Помогут. Ну как же, мы к ним обращаемся всегда, это первые помощники нам. Поэтому мы живем спокойно. У нас милиция нас бережет. Что вы пожелали нашим? Пожелала бы я здоровья и меньше хулиганья на улицах. Вот это. Поздравлялась. Да, да. Самое, самое лучшее. Поздравляю их с праздником. Желаю им и их семьям здоровья, ну и всех благ. Конечно, здоровья, чтобы они всегда могли находиться на своем рабочем месте. Ну и, естественно, нас в обиду не давать, помогать нам. Внимательнее, чтобы относились к гражданам, к этим самым, по справедливости. Хорошего здоровья и самое главное, у меня. Желаю им добра, благополучия, семейного счастья и дай Бог им здоровья. И дохранить их Бог. Я пожелаю им, чтобы они внимательно работали и больше с народом работали. Молодежь идет служить полиции и люди старшего поколения передают свой опыт. Поэтому с праздником, здоровья всем, удачи и стараться, чтобы меньше было у нас преступлений.